то есть она во время когда у меня был детский лагерь я же должен заботиться накормить по разным организациям бывает где-то даст сахару килограмм пять кто-то бывает муки маленько там пол мешка в этот настолько даже неприятно бывает у нас богата организация могли бы дать ну сколько не зато я жду приемный бикер и водочный завод я нигде не видел столько благодатствий грамот как у них какое вино тут готовят какая водка то есть видимо из-за да все эти грамоты то роберт роберт шпальта на директор но вот пришло время мне кому заходить я зашел а он разговаривает с одним человеком а тот ему и говорит достал я голубей говорит краснодарские очень хорошие ну размером поменьше маленькой ну улетел говорит он выпустил он улетел она на счет теперь выходить замуж за другого там все получится а я только что день назад ко мне прилетел голубь я сижу и спрашиваю как коричневая игру у меня как раз такой прилетел и главное за голубками ухаживать они обычно они бегут а этот подлетает он не успевает такой каратель познакомила он говорит я мог могу посмотреть игр но посмотрите еще и ж не отдам он ко мне прилетел как жалко то а я бы взамен дал другие голубей а не радости нет я просто я вас познакомлю с человеком который сильно помогает вот это другой вопрос от моя любовь голубям вот куда вылилось и он присылает там сам кажется приехал на мой голубь я грубери а сыновья у него такие русоволосые даже вот прям вот такие рослые все человека 3 или 4 принесли голубей прекрасные которые ноги вот такие там перья на ногах то переворачиваются но он меня познакомил с одной особой звать ее я на молитве все время поминаю и она помогала мне лет 15 видели столько два раза вот мне что надо я пишу муку 12 мешков по 50 килограмм 12 растительное масло 98 килограмм это понятно дальше я перечисляю если у нее чего-то нету сахара однажды привозят 4 полные фляги и говорят этого фляга 38 8 литров но умножить на удельный вес там поясно что мед сахару нету а за свой счет там организации купила 4 фляги полных меда запломбированные ко мне привезли я говорю я не просил меда это такая цена сказала называла и должно должно повиноваться я взял одна стоит так запечатано никому не дала остальные там распределили там что суп соли сколько надо бывает овсянка надо у нее нету она где-то в другом городе закупают привозить однажды написал эту целая делегация приехали сюда готовят календарь и для календаря своего вот у кого-то фуражка тут одна написано мельник они связаны с этим элеватор так нынешнего года все так и было а нынче пошел масло 0 муки только два мешка и остальное так чуть почему ее перевели в другое место но она имеет какой-то какую-то связь с этими я говорил об этом подумать как отблагодарить за то что есть я не знаю просто надо подумать вот как бог дает голубь кажется такое простое дело через него смотри сколько болта лет 15 она не меньше помогала притом я сижу что пишу я никогда не задумался много это или мало машина приходит груженая один раз я обратился к депутату гринам овсянка нужно а не сказал сколько он подполковник макаров он заказывает другой город и привозят четыре с половиной тонны вообще ясно дело сколько лет мы тут питались я сразу по домам и и он меня в глаза никогда не видел была еще одна такая валентина николаевна она организация валер то есть разноцветие тканями разными торгует вот первый раз я только зашел она вам как дать как тут у вас материя 1 она открывает все деньги вытаскивать первый раз в виде человека и с ней была большая беда любез ее племянник и не посмотрел пояс и пояс ударил она погибла звать валентина мы молимся когда мимо проходим вот как у бога все это вымерено когда должно случиться какая встреча какой человек я в нем нуждаюсь но если так разобраться он во мне больше нуждается я и книги и дарил и все когда у нее горе какое-то образмерить она не знаю сколько человек взяла в детдоме не не домой а там содержать на своем положении какие люди есть вот когда ходим а мост мост молимся чтобы мост не взорвали мост 942 метра кажется ну километр считает сколько там 17000 тонн железо это вообще ну и мимо проходим не стала такая памятная доска написано погиб мэр города баварин владимир николаевич как он нам помогал обычно когда пишут биографию википедии правители там веру не указывают но тем более был парторга моторного завода тут вера исповедание православие и мы когда проходим а это прямо около остановки и остановимся и молимся о нем упокой в обители небесных его доброе дело да придут на память вот эти два дома которые у меня 13 соток самом красивом районе барнаула который осудил у меня изъяли а потом я реабилитируем был ну и по государственным расценкам они должны были мне 11 миллиардов теми деньгами и заменируем ну и вот заплатили недвижимостью и мы это перед богом говорим да его добрые дела как корнили да придут на память перед богом два раза идем к мосту и оттуда а тут рядом это же свидетельство начинается я визит очки раздают тут вот у бога все к месту у нас встреча с ним последняя была где-то 10 до 11 до его гибели в автокатастрофе погиб и встретились в городской администрации он мэр города он говорит входил в десятку лучших мэров но я всех не знаю но думаю что десятки он самый лучший у нас только он расположены когда отчет дает за год он посылает то ли секретаря ко мне чтобы я пришел его отчет городскими жителями а потом спрашивает ну как выступление его на счету видно что это профессионал каждого как наградить по какой области мы только начали строить мне дали то не недвижимостью дома то не жилые мы из одного храм сделали а другом живем две квартиры мы бы не получили кабанион у меня есть от него благодарность считал кто не найдешь сразу то все очередной разбит убеждаются что за очень человеком сегодня узнаешь а когда познакомились я на рад за вас что теперь будете иметь место постоянных встреч и молитвы потому что бы храм делали и он курировал нас это освоз спасения на водах платить за все надо раньше или и римея когда продавал дом показать что вернемся вирусалим покупатель продавец два свидетеля все 4 сегодня 224 кабинета надо это невероятно в другом городе там 120 я нигде не ходил он только звонок у него такой авторитет был так сделать я иду на все сделано если кто с домами знает переводили тем более тяжелого в жилое вот там электроповодка и пожарные там и везде что-то дай ни рубля нигде а эта женщина которая помогала от нее приехали сюда она которая руководитель которая помогала нам конверт подает я распечатала там красненькие лежат я врач такое она велела вам передать это я вам должен нет она сказала вам передать представьте человек не нашел круга ничего почему бог так господь расположил сердце человека это не два года 15-17 лет примерно я делюсь с вами опытом что есть такая книга отец арсений когда он сидел там в карцере и огоньки загорались он увидел сколько у бога добрых людей я в своем жизненном пути шел и говорят самое важное что вашей жизни не считаю то что я обратился богу по евангелию я узнал как у бога много добрых людей где даже не ожидаешь вот представьте я осужден нахожусь в лагере лагерь смерти как называл так что делалось меня не трогали там какая-то метка дается кгб они посадили и что-то там какая я не видел но ветка очень серьезную они пальцем не прикасались когда начала вас это рубиловка там они мне дети в красный уголок там журнала почитайте там до уровня головы крови залито это я все своими глазами видел и вот однажды прихожу а говорят на тут проверка было шмон называют я посмотрел библии нету просфор моих нету а начальник этого отряда где был капитан слова владимир васильевич не беспокойтесь я знал что будет обыск и все у меня забрала свой сейф спрятал под пресса себя это даже никогда мы не знались никогда не виделись и он любую просьбу попросишь жена приехала что-то принесла провести он сделает одну просьбу только у меня не выполнил бывает между собой поссориться за кита а ему обязательно доложат а теперь в лично это дело он запишет драчью он там такой тебя никто не будет брать когда срок твой половина кончился тогда сваты приезжает там заводов с разных предприятий вы смотрят кого брать то а досрочно у до условно досрочно освобождите родные могут приезжать может спорту сейчас находить поэтому они сразу к нему обращаются два которые подрались накажи нас а я у него сижу там целый вечер там занимаюсь его кабинете как накажет ванна гражданин начальник ну побейте меня как-нибудь для только чтобы записи не было это уже ты бракованный будешь он сразу раздевайся человек раздевается до брюк и вот шланг у него резиновая его не знаю как еще он может внутри что то есть вот как бывает и стиральной машины течет где-то но и он как огреет и сколько назначить 10 допустим ударов винтов идет я его попросил наденьте на меня наручники я буду писать об этом чтобы я знал о чем пишу он говорит никак нельзя надо отчет дальше это дел а наказать согласился раздевайся ну я разделся нужно наклониться вот так вот и держаться за стол а он высокий ростом такой допресса дальше размахнулся с какой высоты то он как опоясал меня вот впечатление такое будто бы под кожу тебе кипяток толкнули еще хватит говорит одного раза но я скажу что и когда кончилась моя эпопея как выпускает я делюсь делюсь из лагеря на работе моего то время забегает посыльный меня за руку хватает бегом бегом куда бегом скорее раздавать что у тебя есть куда девай за москва сказал два часа чтобы зону покинули пришла вместе политзаключенным и в это время я там что был там раздал только бегом за пять минут раньше вытолкнули агримен уже начальника тюрьмы это это лагеря сказать бахаев что я буду жаловаться цикл партии центральный комитет пожалуйста но теперь я подаю оттуда заявление чтобы не дали пропуск войти в этот лагерь вот эта дисциплина меня просто удивило два часа не минуты нет и этого слова к владимир васильевич это назначили чтобы меня сопровождал до дому а это другая республика был казахстане надо в киргизии вот какая дисциплина все-таки у них я умоляю его не надо мне я доеду а если кто-то на вас покуситься о как вот я говорю о том что я шел по санкции мгб московской кгб москва очень серьезно организации и что-то там поставлено ко мне даже пальцем никто не прикоснулся даже самые отъявленные такие никого не признает бьет там подряд ко мне подойдет ласковые слова все как так это когда с одного этапа на другой пересылают выстроить людей уже повторял это вот и выйди там полу пьяный у кого жалобы какие жалобы на этапах вообще жалоб никто не признает там себя что угодно женщины криком еще туалет не ведут и все походатайствуйте за нас и вот там когда ты находишься рот не раскроет жалобы есть полное молчание я говорю жалоба есть он опешил как сколько лет работает ни одного жалобы а ему кто-то в бок толкают ты в дело посмотрим дело там это вглянул и так и в чем жалоба игру ручку отняли авторучку и у меня нет и авторучки писать не это у меня бывает стихотворение надо написать да вы что ну-ка идем завел меня на столе вот такой большой стол завалена ручками там вот так берет мне в сумку натолкал их хватит тебе захватит конечно вот поэтому заранее когда не знаешь думаешь ну хуже нет ни одной передачки передать не могут потому что кгб не велись а вот это охрана охрана это они охраняли меня так и поэтому у меня претензии сказали бы сейчас вот господь накажет того то я могу только выразить благодарность меня курировал подполковник один если есть такое слово интеллигенция я бы сказал великий интеллигент ему пришло указание меня освободить в этом восьмидесятом году а я в это время то ли узнал то ли еще написал от помилования отказываюсь пристав себе я говорю мне надо выйти в суд и рассказать людям о христе не надо вы там на более окно выходит сюда мешками своего златоуста распространять а тут у братья одна кому вы тут будете говорить но я выхожу к даже нас принесла дачка называется мы тут вместе склонили колени приходим тюрьму помолились он меня на машину посадил сам такие у них интересная щит вещь форма какая мне сильно понравилось и следователь черная волга и представь себе подполковник никулин юрий михайлович следователь следователь был который у меня везет меня домой почему он говорит я вашей матери обещался что я вас вырву из тюрьмы это восьмидесятом году было а восемьдесят шестом суде ли он был на пенсии когда узнал пришел в часа вы делаете кого уберете какое зло он сделал то никак а потом мне и говорит игнатий тихоныч согласитесь что дураков и у нас у вас хватает а мне то польза была там как трудно бы не было одно из самых трудных испытаний было бороду когда стригли брели я не сопротивлялся хочу у меня один знакомый близкий сопротивлялся его насчет где диваном под диван его зажали руку туда и там наполовину вырвали а чёрт мне еще это даст поэтому я так руки складывал они подходили даже в бане брели меня а я стою и плачу так цените свои бороды я делюсь с вами опытом что сегодня да скажешь ну что то тут живут деревни да тут ты многое можешь увидеть полезного вот сегодня видите как точно вот желает отдохнуть я не отдохну все до обеда дальше ты можешь вещи раньше я еще кое-что не сказал вам я расскажу об одном деле потому что не место разговоры этого а прямо здесь я объясню наелись но слава божия